Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Максим Портнов. На прошлой передаче мы поговорили о заповедях Божьих и коснулись истории возникновения этих заповедей и затронули первую заповедь. Сегодня мы продолжим этот разговор с нашим постоянным гостем, насторителем храма в честь преподобного Серафима Саровского города Новокуйбышска Иреем Александром Мищенко. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Атец Максим! Отец Александр, в прошлый раз Вы очень хорошо подняли тему истории заповедей и особенно интересно поговорили о первой заповеди, о доверии Богу, любви Богу. Но осталась немножко незакончена одна такая очень частая история, когда люди говорят, что у нас огромное количество религий, и все эти религии по-разному говорят о тех или иных вещах, но в целом они говорят одинаково о Боге. И появилась такая фраза, что Бог един. Вот, Отец Александр, это действительно так или мы что-то не понимаем? Ну, Бог, конечно, един. Бог один вообще. Ну, причем Бог тот, какого мы знаем, Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И в этом плане Он такой один, действительно. Но надо понимать, что те религии, которые говорят тоже о Боге, они могут говорить о ком-то другом. Не об этом же самом Боге. Там действительно тоже есть Бог у нас, скажем, все авраамистические, так называемые, религии, то есть это и христианство, и мусульманство, иудаизм. Это все построено на том же тексте, на ветхозаветном. Но главное, что говорится о разном Боге у них, может быть. Это знаете как? Вроде бы Бог один, да, там Бог, тут Бог. Ну, скажем, если мы придем к какому-нибудь своему знакомому человеку, на работу, он работает в большом коллективе, скажем, нам позовите, пожалуйста, вот того человека. Скажешь, кого человек? Нам просто человека позовите. Нас не поймут, кого позвать-то конкретно надо. Нужно объяснить, какой это человек. Он, скажем, худенький, у него рыжие волосы, тут бородавка на носу. Ну, как пример. Я не пойму, что нужно позвать именно того человека, который сейчас там находится. Так и здесь. Можно Богом называть Гавогу и даже что угодно, но будет ли тот самый Бог, о котором мы с вами говорим. И поэтому важно, что мы должны знать, какой конкретно на самом деле есть Бог. И об этом говорится в Писании, об этом говорится в Евангелии. И наш Бог тот, который троится, в котором есть Христос, в котором есть Дух Святой, в котором Христос — это Бог и человек. И об этом говорится только у нас в религии, в православной. Говорится так точно. Поэтому говорить, что везде Бог един невозможно, потому что он везде разный. Это как, скажем, сотовый телефон. Вот есть iPhone, а есть другие, ну, скажем, телефоны. И можно сказать, что все телефоны одинаковые. Нет. Вот, когда ты описываешь конкретный телефон, ты имеешь конкретную, конкретно его производить как конкретную модель. Также с Богом разные религии по-разному описывают какие-то явления, но Бог описывает только одна религия, только один. Ну вот да, получается, что мы иногда путаем некоторые моменты внешнего характера и внутреннего содержания. С внешней точки зрения, действительно, у всех религиях есть общие моменты. Есть храмы, есть богослужения, есть свои священные тексты, есть молитвы. А вот когда мы касаемся самого главного, а как эта религия описывает Бога? Что она говорит? Какие он имеет, скажем так, параметры? Грубо так, немножко скажем. Вот тут начинается разница. И невозможно сказать, что Бог в разных религиях себя представляет по-разному. Конечно. Это какая-то шизофрения получается. Мы не можем допустить такой мысли. Бог описывает не себя по-разному, это мы по-разному воспринимаем Бога из-за определенной нашей поврежденности. Вот в прошлый раз говорили на передаче, что заповеди неудобны по многим пунктам. Вот это об этом, наверное, идет речь. Поэтому и вот вторая наша заповедь, о которой мы сегодня будем говорить, она тоже весьма сложна. И человек порой очень легко и быстро попадается на уловку, не понимая некоторых особенностей моментов. А вот что это за заповедь, оказывается? Давайте прочитаем вторая заповедь. Она в книге «Сход» указана. «Не сотвори себе кумира никаких изображений того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, который ожидает безраздельной, ни с кем не разделимой, преданности себе, который из детей взыскивает за грехи, что родители им передают до третьего и даже четвертого поколения, продолжающих отвергать меня. Но тем, кто любит меня и соблюдает заповеди мои, я милость творю и в тысячном поколении». Эта заповедь, она действительно не запрещает. Она еще дает ее в обещании награды некоторые. В наше время, вот вы, бачка, на той передаче, совершенно точно спросили, актуальны ли заповеди сегодня. Вот эта заповедь актуальна сегодня, как никогда. В эпоху интернета, в эпоху соцсетей, лайков, блогеров и прочего-прочего. Сама соцсетей, сам интернет подразумевает появление кумиров. То есть это сейчас мой адрес камушек, наверное, дать от Александра. Бойтесь, я с Максимом. Боюсь, боюсь. Расскажите нам, как нам не бояться. Остерегайтесь, запишите себе куда-нибудь и не забывайте, что люди не должны... Вообще священник, по нему говорят, что он должен быть как прозрачное стекло, то есть он должен показывать через себя Бога. Вот наша задача священников — быть именно такими. А в наше время вот это вот поклонение людям, каким-то известным личностям, оно очень широко развито. И Господь оберегает нас, что мы не должны поклоняться никому, кроме Бога. Господь не хочет делить ни с кем нашу к Нему любовь. Не потому, что Он такой эгоист. Бог, Он вообще не эгоист. Если Он был бы эгоистом, Он бы никогда нас не создал, нам бы земли не отдал, Он бы себе её всё забрал. И тем более не отдал бы Сына Своего, возлюбленного одного, как Авраам. Как мы на той передаче говорили, во спасение всего мира. Зачем это надо, если ты эгоист? Господь совершенно не эгоист. Но Он понимает, что для человека самого благо. Любить одного, тем более, что невозможно любить двоих. У нас даже в понимании таком простом, человеческом, скажем, двоеженства, особенно в русском понимании, невозможно. Одна жена, одна семья, один муж. Любить только можно одного человека на всю жизнь, навсегда. Это даже у животных проявляется. Там прекрасные аисты, например, они выбирают одну пару, но всегда лебеди, те же самые. Но любовь к детям всё-таки, их много у нас? Ну, у детей любовь к одному родителям. Всегда нераздельная к одному и тому же. Причём, что, видите, вот если ты скажешь, ну, два же родителя, там, мать и отец. Ну, и Господь, это Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Дух Святой. И между ними ведь тоже есть любовь, их тоже трое, они друг друга любят между собой. И получается, как бы вот в этой любви и Бог сливается, и, значит, папа и мама, они имеют одинаковую любовь, и ребёнок не разделяет в идеале родителей, а воспринимает их любовь как одну единую. Никогда. Самый неприятный вопрос для ребёнка, вот ты больше любишь, мама или папа. Когда мне спрашивали в детстве, я говорил, маму до лампочки, а папу до потолка. Мама обижалась, как ты к папе, маму до лампочки, что это означает? Ну, мне было просто объяснение, потому что, когда мама стоит на табуретку, она до лампочки доставит, а папа до потолка. Всё было очень просто, по-детски. Поэтому дети не различают, конечно, папа и мама, для них это одно целое, как и, в принципе, и по нашему пониманию, что семья — это одно целое, мама — это папа, и Господь — это одно целое. И в этом плане Господь понимает, что человек может любить только одного. И сам об этом потом говорит в Евангелии, что если ты пытаешься полюбить двоих, то одного непременно возненавидишь, а другого полюбишь. Нельзя любить двоих. Поэтому Господь говорит, если ты хочешь меня любить, то люби меня, не кого-то другого, иначе ты меня забудешь и полюбишь другого. Не створи себе кумира, никаких изображений того, что на небе, на земле и ниже земли. То есть никаких животных, никаких творений мы не должны любить Божьих. А как же котик? А как же пушок собачка? А как же попугайчик мой замечательный? Ведь я ради него готов побежать в час ночи в ветклинику, спасать скорее, а иногда даже и человеку сделать какую-нибудь гадость, если он моей собачке или моей кошечке что-то сделал. Это вот как раз об этом. Господь говорит, не ненавидь никого остальных. Он говорит, возлюби меня больше всех. Возлюби меня больше всех, и тогда ты сможешь любить остальных тоже. Вот такой вот интересный закон. Возлюби Бога больше всех, тогда ты сможешь любить остальных так, как любит Бог остальных людей. Но это ведь и логично, ведь Бог — творец, Он — создатель этого мира. Невозможно любить картину на, значит, там, «Шторм» и не знать автора Айвазовского, и не понимать, что это именно он автор этой картины. То есть и здесь получается ведь так же? Ну, такое часто бывает. У нас люди знают картину, автор вообще не знает совершенно. И, кстати, так и люди многие живут. Они поступают по-большему, причём Бога пока ещё не зная. И таких людей себе тоже Господь призывает, который живёт, как вот Евангелие призывает, скажем, Бога. Вот есть хорошие люди, которые в храм не ходят, например. Да, есть такие люди, которые по-божьему поступают, и Бог их в своё время к себе призовет обязательно. Он покажет, вот я есть. Вот как раз и должна быть любовь к Богу и через Него к животным иначе, получается так, как сейчас у нас, скажем, в некоторых странах мира, когда процент купленных детских колясок оказывается больше купленных для животных, для собачек, чем для детей, так скажем, в Южной Корее. Там детские коляски покупают не для детей, а для животных, для собачек. И возят собак в детских колясках. И вот это уже как раз какое-то ненормальное поклонение. Да и более того, у нас есть поклонение детям. И вообще в наше время есть такой некий детоцентризм, когда у нас дети вообще ставятся в углу всего. Посмотрите, как устроены магазины, детские миры и прочее, прочее. Они всё же построены так, чтобы детские было хорошо, чтобы им было комфортно. Сколько нам предлагают разных всего, и методик, и программ, и игр. Сейчас рынок переполнен каким-то детским направлением. Переполнен просто. И уже в главе семьи ребёнок стоит. Не папа главный, даже не мама, не бабушка с дедушкой, как это раньше, помните, мы за нас учили в детстве. А ребёнок в самой главной семье. И тоже получается перегиб, когда любовь к детям становится в углу угла и выше всего на свете. И тоже ломается жизнь семьи. И ломается жизнь ребёнка самого. И потом ребёнок избалованный, который не может сам ничего, по сути. И на что ни переключи, всё так и работает. Вообще там, где нет Бога, там всё превращается в театр абсурда. Всё абсолютно. Там, где нет Бога, всё превращается в ненастоящее. Даже взять наше прошлое коммунистическое. По сути, они взяли те же самые заповеди возлюби ближнего своего. Это же было. Что всё надо взять и всем каждому дать по его заслугам, от каждого по способностям. Это же всё из Евангелия, по сути, взято. Это всё образ рая. Так оно же и есть. Взяли всё, кроме одного. Только первую заповедь выбросили, всё остальное оставили, по сути. Но не работает без этого, оказалось, ничего. И за 70 лет каких-то там всё это разрушилось совершенно. И те даже светлые коммунисты, которые правды были за всё это, они к 80-м годам совершенно потеряли веру в коммунизм. И он разрушился очень быстро. Всё, что в себе не исключает Бога, разрушается. Поэтому как раз и первая заповедь важна, что она первая. Бог должен быть на первом месте. Не поклоняйся никому, не слушай им, ибо Господь Бог твой, и сам не будь никому кумиром. Это очень важно понимать. И ещё, кстати, важный момент, что если мы кого-то себе делаем кумиром, мы невольно на него становимся похожими. Это очень важный момент. То есть подражание начинается. Неосознанное причём. Где-то там очень глубоко. Мы, вот скажем, православные верующие, носим себе крестик. В священнике такой большой, внутри ещё нательный крестик у нас есть обязательно. И это ведь тоже образ, который мы носим себе. Изображение. И мы носим образ Бога, которому мы хотим подражать. И в этом плане важно, какой образ. Бог здесь изображён. Он не царь на троне. Бог изображён, не воскресший, кстати говоря. Наше самое главное – это достояние, что Бог, Он воскрес. И может быть, это неправильно. Может быть, что-то где-то забыли, перепутали. Может, нужно было здесь носить Бога такого воскресшего, красивого, владителя мира, сама любовь, чтобы он был. А мы Бога носим распятого. Зачем? Зачем вообще вспоминать? Такой неприятный момент в истории – Бог распятый. Казалось бы, надо было забыть это и пройти дальше. Но Бог распятый – это образ любви. Потому что любовь – это не то, что ты дай мне, ты мне должен, ты мне должен любить, ты мне должен дай айфон, ещё что-то третье. А Бог, Он на кресте, потому что любовь – это то, что отдаёт. Вот я вот весь, вот я вот весь себя отдаю, вот руки распростёрты, всё мои возьми, руки мои пробиты, я всю жизнь готова себе отдать. И поэтому, когда мы носим себе образ Божий, мы, хотим или не хотим, потихонечку пытаемся не быть похожими на этот образ любви. Когда мы себе берём образ любого человека или какого-то, допустим, какой-то группы людей, берём себе как заобразец, мы вешаем себе на стену плакат этого, там, футболиста, блогера и так далее, слушаем каждый день какого-то, скажем, там, известного человека в телефоне своём, мы постепенно становимся похожими. на этого человека. Обязательно, это не может не быть. И Господь даёт нам с вами здесь такое указание, что Бог – это тот, кто с детей взыскивает за грехи, что родителям передают до третьего, до четвёртого поколения. Вот. Это вообще как так? То есть Бог будет наказывать за преступления, которые сделал мой, получается, там, предок, дедушка, например, а я понесу наказание? Если буквально понимать эту заповедь, это так? Ну, тут важно читать слова. Написано, что за грехи, что родители им передают. То есть не сделали родители, а передают. Есть такой факт учёных, что, скажем, дети алкоголиков, они уже на 80% алкоголики сами себе. И им нельзя к алкоголю приближаться, потому что они не справятся, потому что им родители генетически передали уже зависимость от алкоголя. И то же самое действуют со всеми остальными страстями, слабостями человека. Дети жадного человека, скорее всего, тоже будут жадными. И получается, что если мы себе что-то не исправили, какую-то страсть, она будет в наших детях. Ты смотришь на свои детей, а они такие же, как ты. И если в них что-то тебе не нравится, знаешь, что ты передал им это. Ты в себе это не исправил. Не исправили твои родители, твой дед. Ты не исправил теперь, дети, наследники всего, что ты от себя имел. Ты раздражительный, дети не могут твои быть нераздражительными. Ты обидчивый, дети твои не могут быть необидчивыми. И поэтому, исправляя себя, вот такой принцип, ты поймешь, как помочь своим детям исправить обидчивость, раздражительность. В общем, не разница, что ты в детях. Ты давай сначала... Подойди к зеркалу. Ты подойди, смотри, что это еще я такой, значит, мне нужно себя начать справлять, и потом я смогу помочь им. И когда человек обрубает в каком-то месте, вот Господь дальше говорит, что продолжающих отвергать меня, я как бы наказываю до третьего, четвертого поколения, но тем, кто любит меня, соблюдая за вази мои, я милость творю. И в тысячном поколении. И у нас есть такое предание, что человек пошел, скажем, в монастырь, стал монахом, и спасся через это, то есть сам достиг святой жизни, он спасает семь поколений туда и сюда. Почему? Потому что он в себе как раз останавливает все те неисправленные вещи, которые были у его дедов, прадедов, и потом он туда все это исправляет, своим потомкам все это. И там все это богословение потом бывает. Вот такая заповедь у нас. Получается, чтобы мы как-то взялись за себя, надо сначала своих предков узнать, надо знать свою родословную, нужно сделать, ну, скорее всего, наверное, неприятные выводы о самих себя. И что с этим делать? Вот ты увидел, ты понял, что у тебя в роду есть какие-то проблемы. Значит, там, например, склонность к алкоголизму. Что ты должен сделать такого, чтобы твой ребенок не пошел по этому пути? Ведь всегда плохой пример заразителен. Общество, тебя окружающее, оно достаточно сильно влияет на тебя. И вот что же нужно сделать, чтобы у человека и дальше по поколению уже пошли какие-то процессы другого характера, двигающиеся вот в исправлении? Надо быть честным и последовательным. Надо попытаться честно исправить самого себя. Ты увидишь, что ты вот такой. Если ты будешь честный и последовательный, то ты, в конце концов, поймешь, что ничего не получается, ничего не помогает. Ни методики никакие не помогают. И убедиться, что кроме Бога, на самом деле, помочь в этом никто не может. Вот, надеюсь, что многие зрители, кто ходят в храм, я вот сам, уже священник, убедился, что без таинства церкви, без Божьей помощи, исправиться человеку невозможно. Невозможно, сам человек взять и справиться не может. Потому что происходит замещение одной страсти, другой. И человек, допустим, бросает пить, курить, но становится очень заносчивым и высокомерным. И бывает такой холодный, да вы просто слабаки все, я вот смог, а вы не можете. Что лучше бы, может быть, чуть-чуть там что-нибудь там делал не так, но было бы попроще. И вот быть последовательным и убедиться, что без Божьей помощи ничего не получается. И тогда уже и в этом тоже пути быть последовательным, исправлять себя, прибегая к таинствам церкви, исповедь, причастие. До этого должно быть, конечно, крещение с миропомазанием, еще и с оборванием, есть венчание, которое благословляет, освящает брак. И постепенно на этом пути быть неуспокаиваемым, так и непреклонным и исправлять себя, пытаться. И понимать, что кумиры это не только люди, не только это какие-то там ложные боги, а кумиры это то, к чему мы пристречены больше всего. Это могут быть деньги, например. Человек очень любит деньги и может пожертвовать ради денег. Правда, такое мы и в книжках, и в фильмах это видим, и в жизни видим, даже своей семьей, и мама не пожалеет. Человек может быть пристрастен к работе и быть, что называется, трудоголиком. И тоже это бывает во вред ему. Это тоже может стать кумиром. Это тоже его кумир. Работа ради работы. И любая страсть, любая вещь может стать кумиром. Человек — это не только поклонение деревьям. Это то, что обладает тобою. Не ты обладаешь чем-то, а тобою это обладает. То есть ты как раз-таки, вот мы говорили о понятии раб. То есть ты становишься рабом… Несвободным. …чем-то внешним. То, что тебе говорит там «кыс-кыс-кыс», и ты побежал на задних лапках. Так получилось? Да, да. У всех есть какие-то такие наши любимые пристрастия у людей. И мы должны их для себя честно открыть, понять. И вот вспомнить, что нужно любить Бога нераздельно, больше всего на свете. Тогда все остальные… Работа станет работой и ради Бога. Кстати говоря, мы должны всё, что мы имеем, посвящать Богу. И вот есть такое место в Евангелии, очень, кстати, подходящее к нашему разговору. Когда Господь накормил в одном месте четырёх тысяч человек семью хлебами и малый рыбец, в другом месте пять тысяч человек, и было пять хлебов и две рыбы. И там и там получается число семь. Семь хлебов, и неважно, сколько рыбец, пять хлебов и две рыбец, и тоже семь. Семь у нас число полноты. Всегда это понимается, что семь дней сотворения мира, семь добродетелей. То есть семь — это полнота. В данном случае получается, что семь — это всё, что могли иметь люди на тот момент, всё, что не могли иметь. И семь хлебов — это смешно против четырёх тысяч человек. Это семи мужчин может не хватить. И получается, что всё, что мы имеем в жизни, если мы имеем все таланты, все деньги мира, всю власть имеем, это смешно против того, чтобы спастись и помочь кому-то ближнему. Это недостаточно, очень мало. И Господь говорит, не имеете ничего, несите мне. Они приносят это Богу. Бог начинает это разделять. И хватает четыре тысячи мужчин, кроме них женщины, кроме них дети. Когда собираются остатки, собирают ещё огромное количество еды, явно больше стало. И вот ты можешь иметь в жизни всё. Вроде правильно всё устроено, но если там не будет Бога, это всё не будет работать, это будет недостаточно. И мы должны по-хорошему посвящать свою жизнь, свои таланты, свои умения, своё время, заработанные деньги даже, хоть немного посвящать Богу. Их Ему посвятить. Господи, я вот сделал доброе дело, это ради Тебя, потому что я такой хороший. А вот у меня дети есть, это Ты мне их дал. Это я хочу Тебе посвятить, чтобы они были такие же прекрасные, как Ты ждёшь это в Евангелии от людей. У меня есть работа, я вот посвящаю её Тебе, Господи. Вот я вот всё, что делаю, и на работе я делаю так, что как будто я для Тебя это делаю. Приходит ко мне человек, я как Тебя его принимаю. Садится к Тосихству пассажир, я как Христа везу этого пассажира, аккуратненько, без кочек. Приходит ко мне паспортный стол, если я работаю, человек за паспортом, я ему делаю кого-то, когда ко мне Христос пришёл, мой близкий родственник пришёл, я ему печать поставлю, я там всё поскорее сделаю, без проволочек и так далее. Я, Господь, посвящаю всё, что имею Тебе. Тогда Бог на первом месте, и тогда Бог начинает делить твои таланты, их приумножать, и всем хватает. И вокруг тебя, людям становится жить чуть-чуть полегче, ты сам понимаешь, что ты живёшь не напрасно, и ты идёшь к Богу, а значит идёшь к спасению. К спасению, то есть ты учишься быть таким свободным, каким тебя ждёт Бог, и жить в любви. Спасибо большое, Отец Александр. Надеюсь, что наши зрители, посмотрев эту программу, убедятся в том, что если Бога поставить на первое место, если служить именно Ему, если все те дары и таланты, которыми Бог нас наделил, принести Ему, то Он это приумножит, увеличит и сделает так, что всем тем людям, которые нас окружают, будет во сто крат лучше. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!